Ну, с моей точки зрения, надо вспомнить реформу Академии наук, которая была при Осипе Васильевиче Сталине. Он тогда ставил задачу перед Академией наук, потому что нашей стране нужна была атомная бомба, нашей стране нужно было современное вооружение, нашей стране нужны новые технологические прорывы были. И сегодня надо понимать, что глубочайшее, многогодовое, если не несколько десятилетий уже, недофинансирование Академии наук привело Академикам к тому, что они начали просто заниматься бизнесом, используя свои территории. С моей точки зрения, разрыв хозяйства и науки – это неправильный подход, это должно быть цельное. Поэтому сегодня, наверное, и многие партии выступают против того законопроекта, который был внесен в Государственную Думу. По-моему, с ними память не изменяет, он принят в двух чтениях, при условии возвращения к второму чтению после лета. Что такое возвращение к второму чтению? Значит, внесение содержательных поправок, потому что чаще всего между вторым и третьим чтением в Государственной Думе это некие редакционные поправки, не носящие еще каких-то глубоких изменений в нормы соответствующие, которые регулировать будут взаимоотношения по реорганизации Академии наук. Но то, что теоретическая наука, а Академия – это теоретическая наука, у нас в загоне, то, что она не просто постарела, а уже практически умерла, то, что молодежь в науку теоретическую идет очень плохо – это, конечно, упущение государства. Государство должно четко понимать, каким образом надо финансировать науку, какие должны быть там заработные платы и так далее, и так далее, и так далее. Пусть те, кто сегодня занимаются реформированием, опустятся в 43-й, в 44-й, в 45-й, в 46-й годах истории Советского Союза и посмотрят, как господин Вавилов, это брат того самого Вавилова генетика, когда он был президентом Академии наук, делал ту Академию, которая практически дожила до нашего времени. Субтитры создавал DimaTorzok